Всем привет, с вами Хвостович Александр, ведущий проекта Америка для успешных и блога Хвостович Лайф. У меня для всех, кто собирается ехать в Америку, ну и кто уже здесь, но еще не разобрался, есть полезная информация, это скорее о минусах жизни в Америке, чем о плюсах. Но это надо учитывать и к этому надо готовиться. Сегодня мы поговорим о донтистах, зубных болях и лечении зубов в США и дома. Я сейчас сижу на антибиотиках, у меня воспалился корень уже мертвого зуба, на котором стояла коронка. Случилось это потому, что была плохо поставлена в свое время коронка и плохо был убит нерв, то есть под коронку забивалась пища, а нерв, я так понимаю, не до конца был сделан. То есть там какая-то пустота внизу на корне и появляется такой абсцесс, который был скрытый, но его на рентгене было видно. Вот, и сейчас его там рассверлили, то есть его открыли, положили лекарства, я сейчас пью антибиотики. То есть болит ужасно, вчера была температура, но это то, что надо было сделать, аначе было бы дальше только хуже. Вот, что я хотел сказать, я когда приехал, я в принципе сделал зубы, ну как частично, я сделал то, что мне там было в одном зубе нерв убить, там пломбы подделал, но буквально здесь уже через год, там этот мертвый зуб, который у меня был, он сломался и надо было ставить коронку, страховки у меня не было, зубной. И в итоге я пошел там к специалисту, у которого руки неизвестно откуда росли, то есть он мне за кэш, за 600 долларов поставил коронку, которая через неделю сама отвалилась, потому что там, ну, еда начала забиваться, она начинает же все там, бактерия, она не могла держаться, эта коронка, она ее так криво поставила. Я тогда еще просто не понимал, как бы, насколько это серьезно, насколько за этим надо самому следить, а не доверять все полностью специалисту, потому что, ну, как бы у меня всегда было такое, вот он человек, он знает лучше, да, а сам мне особо в информацию не вникал. Потом я пришел, она просто ту же самую коронку взяла, посадила на более сильный клей, наверное, опять наклеила. Ну, то есть я, вот с этого момента у меня там начались проблемы с зубом, что он постоянно там, десна воспалялась, там, надо было вычищать, то есть куча всяких вещей, сложностей, которые здесь, в принципе, это не пошел просто и сделал. Здесь поставить коронку, ну, в районе 1000 долларов, без страховки 1000-1500, по страховке там ее можно ставить только через полгода, как ты имеешь эту страховку, не сразу, покрывает она там, ну, в основном там 50%, то есть где как. Еще рут-канал примерно, там, не знаю, баксов 500, в зависимости от сложности, то есть это 2000 баксов, как пить дать. Вот, я помню, я тогда работал на двух работах, и потом вот фигня зубом случилась, я полторы штуки вот так вот просто выкинул. Причем я выкинул на плохо сделанную работу, абсолютно ужасно, и которая вот потом в итоге там переделывалась, и сейчас уже вот третий или четвертый раз это все переделывается, все потому что в первый раз, ну, попался такой врач, который, ну, так, от балды сделал лишь бы сделать. Поэтому, смотрите, если вы едете в Америку, обязательно сделайте зубы, сделайте там все пломбы, коронки и все, что вам надо сделать, сделайте и здесь, когда вы здесь, как бы у вас есть два варианта, да, то есть сделать свою страховку, либо получить страховку от себя, но на первое время это очень дорого, ну, как бы на себя страховку оформлять еще дороже, чем это вы будете работать с компанией, вам компания предоставит страховку, либо идти и лечиться в каких-нибудь комьюнити клиниках, которые предоставляют, ну, как бы вы приносите сюда свой низкий доход, справку, что мало зарабатываете, вам там дают определенные скидки. Вот, не советую идти делать что-то за кэш, кому-то это вот, куда я сразу пошел и где мне сделали очень плохо, потому что вы потом там, не знаю, ничего не докажете, поэтому лучше, наверное, пойти в комьюнити клинику и там со своей зарплатой, некоторые даже распечатки там левые приносят и делают себе со скидкой лечения, вот. Есть говорят, что еще клиники, где практикуются при университетах донтисты, там тоже можно сделать чуть ли не бесплатно и сделать там под присмотром профессора, тоже это будет хорошо, но вот так вот, если сказать, то да, медицина здесь, понимаете, как бы лечение, с одной стороны, достаточно высокотехнологичное, то есть есть оборудование, есть лекарства, но с другой стороны, оно жутко дорогое и здесь с вами никто нянчится не будет, если только у вас там недостаточная сумма денег или вы там вообще не бедный, бедный, что вы в какой-то там комьюнити клинике лежите. Здесь вам сделают операцию, там поддержат день-два в госпитале максимум и домой отправят, самому. Никто там не будет за вами следить давление, там мерить температуру, приходить, перевязки делать, это все будет дома и многие проблемы, то есть решается вот такой план, там, большим количеством антибиотиков, что, ну, как бы тоже не очень хорошо, правильно, вот, и обходится это в достаточно большие деньги, если нет страховки. Такие дела, ну, сейчас у меня хороший донтист и большое ему спасибо, вот, я надеюсь, еще пару, там, дней это будет заживать, потом пойду сделаю еще один рентген, если все нормально, поставлю новую коронку, коронка со страховкой, с хорошей страховкой будет стоить 300 баксов, вот, без страховки она будет стоила тысячу с чем-то. В принципе, чистки, пломбы, со страховкой это все бесплатно мне сейчас делается, вот. В общем, да, короче, сейчас у меня хороший специалист, хороший доктор, я уже, в принципе, делал у него, удалял зуб здесь. Удалить зуб стоило бы без страховки, как этот, зуб мудрости, 700 долларов, я, слава богу, ничего не платил, страховка покрывает, вот, но, еще раз говорю, если у вас проблемы с зубами, вы должны понимать, что здесь это будет очень дорого. И часто варианты слетать домой, если у вас, там, какая-то операция, есть связи, да, там, в больницу улечь, чтобы вас там следили, смотрели, или там же дантисты знакомые, которые там все сделают, будет с покупкой билета и с, там, не знаю, отпуском за свой счет на неделю намного дешевле, чем делать здесь, вот. Поэтому в Америке вариант один, это иметь работу, которая дает вам достаточно сильную защищенность в плане страхования, и, как бы, ну, от этого никуда не деться. К сожалению, и даже иногда страховка вам не дает тех гарантий, что у вас будет, там, надлежащий сервис, потому что надо еще смотреть на врача, надо обязательно самому делать исследование, то есть, там, операции, или что, что это происходит, как это должно происходить, какие есть нормы, да, там, лечение, и сверяться, почему это так, почему это так. Если что-то, ну, и обязательно, это, конечно, должен быть какой-то человек, наверное, по рекомендации, то есть, надо смотреть, чтобы у него был хороший рейтинг, потому что, говорю, попадете, как я, в одно время попал на плохого специалиста, вы потом будете, не знаю, всю жизнь это переделывать, доделать, разгребать и вкладывать огромные деньги. Я вот за эти 5-6 лет, что здесь зубами на один только вот этот зуб, у меня несколько таких зубов, там, где нервы удалены, я, наверное, потратил, ну, вот, первая переделка, потом, вот, комьюнити клиника, потом, просто смена коронки, потому что плохо стояло, потом сейчас еще опять надо менять коронку, потому что руд-канал был плохо сделан, и его переделали, то есть, не знаю, ну, тысяч 10 долларов, наверное, вот, за период в 6 лет, это реально такая сумма, которая ушла на один зуб со всеми перелечиваниями, переделываниями, и, как бы, сделали один раз нормально, не было бы сейчас проблем, а поскольку в этом, как бы, ну, врач первый был не очень хороший, сейчас приходится это переделывать, доделывать, и, к сожалению, так и есть. Вот, я не знаю, чтобы дать вам понять, насколько здесь разница в медицине большая, я, дам вам пример, у меня знакомого, там, сбила машина, и у него, там, ногу сломал в нескольких местах за лечение, ну, у него, там, по частям, можно сказать, собрали эту ногу, он нормально ходит, все, но за лечение, что там, 75 тысяч долларов, за все, про все, вот, оплатил, он получил по страховке, там, 120 тысяч, там, автомобильной страховки, то есть, это лечение покрыло, но, не имея страховки, вам сделать такое лечение, естественно, вы бы, если у вас нет этой суммы, вы бы это все не выплачивали, но, там, договаривались бы с госпиталем, и, там, раз в месяц вы бы отправляли по 100-150 долларов, я не знаю, там, в течение 20 лет за лечение, вот, часто можно нарваться на неправильный диагноз, то есть, и то же лечение будет проведено, оно будет проведено не того, что надо было лечить, и он предоставит огромный билл, там, полторы тысячи долларов, а потом это надо переделать, поэтому, сложно сказать, да, есть плюсы, есть минусы, есть истории, когда у человека оторвался, там, тромб, тоже знакомый, и ему, там, прям, в скорой нашли, и достали этот тромб, и, то есть, он живой, то есть, у нас бы его не спасли, скорее всего, а здесь его спасли. Вот. И это тоже стоило не так уж и много, потом, ну, как бы, там, те же полторы тысячи долларов, это немного, но, с другой стороны, его в госпитале, его не держали, его, там, сделали какие-то процедуры, все, и отправили домой. Если человеку нужен уход постоянный, и надо за ним следить, и надо лечение, то есть, и, то здесь это очень дорого. Это очень дорого, если нету страховки, и даже со страховкой не надейтесь, что у вас там, как у нас, вот, я не знаю, кому там аппендиции делают, или грыжу, потом 2 недели еще в больнице ее держат, нет, вас там пару дней поддержат и отпустят, и потом пришлют достаточно большой счет, либо вам, либо вашей страховке. В общем, вы видите в виду, все свои, там, болячки, зубы, все остальное надо лечить дома, иногда чаще дешевле уходит слетать домой, что-то сделать, если там хороший уровень сервиса, либо здесь, но надо иметь хорошую страховку, ее можно купить самому, она будет стоить дороже, правда, либо надо работать в компании, которая предоставляет страховку, и обычно это там выходит очень дешево, потому что компания большую стоимость этой страховки платит. Вот так вот, немножко вам о донтистах, медицине и вообще ситуации со здравоохранениями в Америке, так что вот это такой, наверное, один все-таки из минусов. С одной стороны плюс, потому что здесь высокие технологии и лекарства, и развита технологический процесс, с другой стороны минус, потому что надо искать хорошие специалисты и ужасные цены, вот, и, ну, как бы, обслуживание не всегда и уход на том уровне, как был у нас. Окей, а еще, наверное, пару моментов я хотел рассказать, и по методике лечения, вообще, по моим ощущениям, я когда в Беларуси делал себе рут-канал на одном из зубов, то есть убивал этот нерв, все было, ну, как бы, достаточно просто, положили, то есть там рассверлили, положили мышьяк, убили, потом туда, я не знаю, я не знаю точных технологий, но вот из того, что я помню, потом пруд туда вставили этот, выжгали и как-то, ну, как-то, ну, в общем, с мышьяком там буквально за один день это все делалось, и потом уже здесь это делалось, перелечивалось, но когда здесь с нуля убивали на другом зубе нервы, то, что там надо было, на нем тоже сейчас карминка стоит, это была еще та эпопея, у меня, наверное, он болел, ну, причем, знаете, как болят зубы, он болел ужасно, он болел недели две, причем я там, я принимал постоянно обезболивающее, я не знаю, какая здесь технология, но, как бы, делали как-то по-другому, они что-то вкалывали, какую-то фигню, которую этот нерв должна была растворять как-то и убивать, и это реально был процесс, там, нескольких недель, я тогда просто, не знаю, даже с обезболивающим это не особо помогало, поэтому тоже надо быть осторожным, я не знаю, донтисты, может, расскажут, в чем прикол и в чем разница, да, между тем и тем, и что безопаснее, там, лучше, но, как бы, чисто по ощущениям меня, как пациента, я все-таки, наверное, когда убили мышечником за один день, чувствовал себя намного более лучше, чем когда мне вот это, вот, там, несколько недель длилось. Да, и другой момент, тоже хотел рассказать, как я почувствовал, что у меня что-то не то с этим зубом, ну, в принципе, я это чувствовал, но я, как бы, не отдавал себе отчет, пока доктор не сказал, что его надо переделать, потому что там на рентгене, там, реально, прям, видно такое утемнение, вот, именно, у корней, а зуб, ну, не беспокоил, потому что там убит нерв, но и, как бы, как сказать, ну, кусаешь и кусаешь, да, то есть, ничего не чувствуешь, а тут, иногда, при надкусывании такое чувство дискомфорта начало появляться, я даже, как-то думал, может, там, как-то нервы начали опять отрастать, как, ну, какая-то чувствительность появилась, причем странного характера, а в итоге, оказывается, что болел уже не нерв, а когда идет вот это воспаление, при нажатии есть болевое ощущение у мертва зуба, это уже непосредственно, там, вот, кость, или, как-то, я не знаю, где зуб сидит, вот, и, в принципе, тоже можно самому определить, если есть какие-то проблемы с коронкой, если там какое-то воспаление, если при нажимании раньше не было чувствительности, а тут вдруг появилось. Такие дела, в общем, с вами был Хвастович Александр, ведущий проект Америка для успешных, блог Хвастович Life, всем спасибо и пока.